Джунгли Амазонки являются крупнейшим тропическим дождевым лесом в мире. На площади свыше шести миллионов квадратных километров нашлось место тысячам видов животных, среди которых появились настоящие гиганты. Здесь обитают огромные выдры, самые крупные грызуны и трехметровые кайманы, безжалостные и универсальные хищники. Но даже их навыки меркнут по сравнению с мастерством главного охотника. Потрясающая скрытность, невероятное терпение, впечатляющая сила и мощь, а также расчетливость и абсолютное бесстрашие. С таким арсеналом его по праву можно считать королем джунглей. Привет, друзья! Вы на канале Время с Пользой и герой сегодняшнего видео – непревзойденный охотник ягуар. Переходим к делу. Ягуар – один из пяти современных видов рода пантер. Это третий по величине представитель семейства кошачьих. Своими размерами он уступает лишь льву и тигру. Длина тела без учета хвоста может приближаться к двум метрам. Масса обычно колеблется от 60 до 100 килограмм. Особо крупные самцы могут весить более 130. Самки же на 20% уступают в размерах и весе. От своего ближайшего родственника леопарда ягуар отличается прежде всего более массивным и крепким телосложением, а также рисунком на теле. Пятен на его шкуре значительно меньше, и они гораздо шире. Ягуар – единственный представитель больших кошек в Америке. Его ареал обитания простирается от Мексики до севера Аргентины, в основном охватывая тропические дождевые леса Амазонии, где маскировка и навыки хищника имеют максимальную эффективность. Полагаясь на действенный камуфляж, охотник неспешно прогуливается по густым зарослям или вдоль реки, где есть шанс встретить одного из более чем 80 животных, составляющих основу рациона. Образ жизни ягуара тесно связан с водой, и даже широкие водоемы не являются препятствием. Бесспорно, это один из лучших пловцов среди кошачьих. Он способен скрывать присутствие не только в джунглях, но и в реке. Абсолютно бесшумное передвижение позволяет вплотную подобраться к одному из главных объектов охоты. Чем крупнее кот, тем более крупную добычу он может себе позволить. Этот огромный самец не привык отвлекаться по мелочам. Полагаясь на развитое обоняние, он твердо идет к намеченной цели. Всего один прицельный прыжок, и кайман оказывается в объятиях одних из самых мощных челюстей среди кошек. С их помощью ягуар без труда находит слабое место противника, прокусывая верхнюю часть черепа. Челюсти каймана – не менее грозное оружие с невероятной силой укуса. Но внезапное нападение не оставляет ему шанса воспользоваться зубами. Отточенная последовательность действий позволяет умелому охотнику за считанные секунды справиться с грозной рептилией. Но мастерство охоты на такого опасного противника приходит не сразу. Следуя инстинктам, молодой ягуар легко находит потенциальную жертву. Однако даже молниеносная атака не гарантирует быструю победу. Вместо головы неопытный охотник впивается в шею каймана. Но утопить рептилию, которая целый час может обходиться без воздуха – не лучшая затея. Несмотря на трудности, ягуар не собирается бросать добычу. Эта борьба становится настоящим испытанием его терпения и выносливости. В этот раз охотнику повезло, но в сражении он потратил все силы, и теперь его трофей становится неподъемной ношей. Когда самое сложное позади, сдаваться бессмысленно, поэтому рано или поздно ягуар найдет подходящее место. Теперь осталось лишь спрятать добычу, и наконец можно устроить настоящий пир. Гастрономические пристрастия ягуара не ограничиваются кайманами. Развитый слух и острое зрение позволяют ему выслеживать самых осторожных животных. Капибара – крупнейший грузун в мире и желанная добыча. Однако эти животные очень бдительны и в случае опасности моментально разбегаются в стороны. Чтобы к ним подобраться, требуется поистине безграничное терпение. Шаг за шагом хищник сокращает дистанцию, стараясь двигаться максимально тихо. Но даже в этом случае успех не гарантирован. В воде капибары заметно проворнее и быстрее ягуара. Несмотря на мастерство охотника, более половины атак проходит безуспешно. Хищник может напасть на молодую гигантскую выдру, но детеныши этих животных всегда под присмотром дружной семьи. Против сплоченной группы у одиночки нет шансов. Чтобы увеличить вероятность успешной охоты, ягуар часто выходит на промысел в темное время суток, полагаясь на превосходное ночное зрение. Эти большие кошки не слишком разборчивы в еде. Их добычей могут стать обезьяны, змеи, черепахи, лягушки и даже рыба. Часто хищники устраивают засады, затаившись в траве или на деревьях. Откуда набрасываются на ничего не подозревающую жертву? Ягуар может съедать до 20 килограмм мяса в день, поэтому даже взрослого каймана ему хватает ненадолго. Дневной отдых – важная составляющая жизни любой кошки. И ягуар не исключение. Занимая вершину пищевой цепи, на суше он спокоен за свою жизнь, поэтому может себе позволить расслабиться в жаркий полдень. Ягуары ведут строго одиночный образ жизни на территории площадью более 100 квадратных километров, границы которой тщательно помечаются и нарушаются лишь во время брачного сезона. Обычно потомство насчитывает от двух до четырех малышей. В шестимесячном возрасте котята переходят на мясной рацион и начинают охотиться вместе с матерью. У них достаточно времени, чтобы перенять все навыки охоты. Лишь достигая двухлетнего возраста животные покидают мать и отправляются на поиски собственного жилища. Из всех больших кошек ягуар считается наименее опасным для человека. Случаи нападения единичны, обычно опасность представляют лишь раненый или загнанный в угол зверь. Несмотря на это, охота за ценными шкурами и повсеместная вырубка лесов более чем вдвое сократили былой ареал обитания хищника. В настоящее время в мире насчитывается около 60 тысяч особей. Остается надеяться, что принятые меры и сознательность людей позволят восстановить популяцию и вернуть этим величественным хищникам отнятое владение. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!